Речь ввели о доступности городской среды. Николай Горшинин отметил, основная задача на сегодня – дать возможность людям с ограниченными возможностями здоровья активно участвовать в жизни Димитровграда. Барьеров должно стать меньше, а поддержки и помощи больше. В наших планах открыть в нашем городе филиал-центр подсолнух для реабилитации детей с ДЦП. В этом году в городе планируют установить свыше полсотни пандусов в учреждениях образования, культуры и спорта. Для людей с ограниченными возможностями здоровья создадут новые рабочие места. Инвалидам-колясочникам помогут ремонтировать жилье. Если мы на себя возьмем обязательство 20 квартир поремонтировать, это нормально, то есть посмотрим, если вот даже по этим 20. Рассмотрели ряд проблем и пожеланий. Слабовидящим необходимы светофоры со звуковыми сигналами. И они же предложили в автобусах озвучивать остановки. Есть проблема такая, как отправка наших спортсменов на соревнования, которые за регион. У нас, в частности, есть чемпион России уже неоднократный, по-моему, 9 или даже 10-кратный чемпион России. Но нам проблема его отправить куда-то играть на соревнования. С вашей помощью нам выделили помещение для организационной работы, уставной деятельности. Ну, там такой ремонт мы, собственно, силами ободрали и отмели. Найдем возможность мы помочь вам. Конечно, найдем. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.